всем привет привет всем здравствуйте всем добрый день добрый вечер доброе утро смотря в каком-то своем поясе вы нас смотрите меня зовут грешенкова она и я сегодня ваш спикер на канале о чем сегодня поговорим девчат по вашим запросам сейчас я прикроюсь вы не очень красивое место чтобы все было красиво по вашим запросам мы сегодня хотим провести эфир по теме наращивания на арочные гелевые типсы вообще наращивание на гелевые типсы очень удобная штука я и пользуюсь просто постоянно вот такие вот фантазийные ногти у меня получается здравствуйте ольга очень приятно что вы уже у меня не первый раз на эфире здорово вас видеть снова это это ногти мы делали вдохновляясь эфиром катя мирочниченко в клубе эми арт такие вот фантазийные крутые прикольные интересные и такие фантазийные ногти вы тоже можете делать особенно девчонки вот вы понимаете что когда вас видят с такими ногтями где угодно куда бы я ни пришла меня везде хватают за руки и везде у меня есть возможность завести диалог о том чем я занимаюсь что я это делаю сама и конечно же это впечатляет не не каждый день встретишь такие ногти на улице да и до своей сама вообще пруть просто от них и конечно же это дает возможность дать свои контакты обзавестись клиентом буквально на пустом месте то есть везде вот в магазине в том стоматологии у меня фотографируют там все сбегаются вокруг начинает фоткать у кого-то оказывается что дочка занимается у кого-то приятельница там дают контакты по курсам короче это моя просто витрина и конечно есть разделение да есть разделение вот такие вот фантазия такие фантазийные ногти и наращивание на клиентах очень сильно ускоряет работу в плане наращивания таких вот длиннючих арочных ногтей во первых они уже можно сказать все готовые пол работы сделала за вас да здесь все номера подобрать я думаю будет очень удобно во вторых конечно кто не все кто хочет такие ногти особенно из сегмента где-то с наверное начиная с лет с 15 до 20 плюс да если хотят длинные ногти такие то не все не вся эта аудитория платежеспособная поэтому наращивать на классические нижние формы долго там по 4-5 часов это не для них для них нужно быстро и чтобы себестоимость была недорогая здесь очень хорошо выручают вот эти вот арочные гелевые типсы которые дают им вот такой вот быстрый результат от быстрых ногтей формы а-ля балерина и по себестоимости и по трудозатратности это в разы меньше ясный минус единственный минус всей этой истории это то что это размерные типсы но то есть их не бесконечное количество конечно же да их 10 размеров и не под все ногти можно подобрать конечно под огромное количество можно подобрать но если вниз клюющие ногти да если вверх растущие ногти если какие-то деформированные ногти то конечно же вас выручат нижние формы возможно это будет один ногти с 10 или два ногти с 10 но в любом случае вот эта штука она конечно очень сильно облегчает задачу мастеру когда нужно сделать быстро и вот такие вот арки конечно вы можете не на всю длину использовать да понятно что это у нас на всю длину да и я делала тоже на всю длину но вы можете их конечно же и обрезать под любую длину и можете создавать арочные ногти и достаточно салонного варианта носибельные для обычных простых клиентов я сегодня для вас подготовила вот такой вот типсик на которой мы будем подбирать с вами ногти потому что делать на ногтях модели не всегда удобно модели часто подводят алифир не хочется переносить но и плюс мне просто на камеру будет так удобнее показывать вертеть крутить вам с разных сторон и обращать ваше внимание на какие-то вещи типсик я вот так буду держать до чтобы понимали что вот это вот у нас зона кутикулы а это стандартный ноготочек я его даже взяла небольшой не с большого пальца а это примерно вот где-то средний наверное пальчик у клиента чтобы вам показать как это в реальности вот можно сделать на клиенте и так что нам нужно помнить когда мы делаем такое наращивание ну и вообще любое наращивание конечно же но и такое в частности давайте чуть-чуть порисуем если вы смотрите в записи и все это уже знаете то можете пролистать сразу на наращивание но я не могу без схемок схемки это просто моя любовь на всю жизнь и конечно когда что-то объясняешь хочется и в схеме нарисовать как вообще создаются вот такие фантазийные формы с такими например галками или что-то девочки все идет от базы если вы сейчас смотрите видео и такие о боже сейчас я куплю эти типсы все мои проблемы просто решены на всю жизнь до часть проблемы решена но когда вы не знаете базы все равно очень тяжело что либо какой-то технологии использовать будь то верхние формы например или гелевые гелевые типсы полноразмерные вообще там все просто вот а вот такие тоже нужно помнить что нужно помнить обязательно нужно помнить что у нас есть три ребра жесткости да вот когда мы делаем ноготь схематично у нас есть три ребра жесткости первое ребро жесткости это ваша продольная арка это ваша продольная арка с наивысшей точкой апекса где-то во 2 3 то есть если условно любую длину разделить на три зоны вот вторая треть вот это это наиболее такой подверженный всем ударом участок куда приходится наибольшее количество напряжения когда мы что-то делаем или даже чешем голову вот как можно определить когда прикрепляете типсу можно на кончик типсы понажимать и у вас будет где-то белеть белеть скорее всего будет в зависимости от длины либо посередине натуральной пластины ногтевой либо в конце если будет длинные ногти то под конец вот эта зона и есть та зона стресса которую нужно больше в большинстве случаев укреплять максимально причем мышь хитрые мы немножечко ее сдвигаем наверх мы ее немножечко сдвигаем наверх почему потому что у нас ногти имеют способность такое они у нас чуть-чуть отрастают на поэтому эту зону мы чуть-чуть здесь сгребаем наверх вот как мы определили ее как понажимали на кончик и увидели где у нас в каком месте белеет плюс где-то миллиметр полтора ее сдвигаете наверх и вот эта зона у вас получается самая такая вот подверженная всему этот на этой длине конкретно а почему сдвигаем наверх потому что если вы ее сделаете в нужном месте то при отрастании она у вас сползает на кончик и тогда у вас получается перевес да то есть как мы можем посмотреть перевес возьмите до любую поверхность например и положите на нее что-либо вы катается просто положите на него что либо вот таким образом у вас никогда не упадет да потому что у вас большая часть лежит на поверхности и меньшая часть болтается в воздухе и что делает у нас наша палочка чем ближе мы сдвигаем тем меньше она нас лежит на поверхности тем быстрее она у нас отваливается от поверхности да то есть чем меньше зона сцепления тем чем длиннее край особенно при отрастании когда она уже цепляется не на всю ногтевую пластину а например на половину ногтевой пластины да то она уже просто по физике отваливается и у вас вот тот вот получается хлопающий вот такой карман да даже если вы все почистили при маникюре хорошо если у вас нет от слоек именно по маникюру то просто при отрастании при большом из-за того что на кончик очень большое давление начинает он хлопать вот так вот ходить ходуном и получается большая такой большой карман от слойки вот и для того чтобы у вас вот эта вся масса которую вы укрепили стрессовую зону при отрастании не ушла на свободный край полностью да то есть вот вся эта масса не передвинулась на свободный край мы ее чуть-чуть задираем к верху чтобы при отрастании она как раз встала на свое место нужное этот клиент к нам приходит на коррекцию и мы докладываем опять перемещая ее каждый раз ближе к кутикуле вот такой вот такая хитрость так вот у нас с вами существует три ребра жесткости первое ребро жесткости это посерединке вот оно то что мы делаем обычно как раз капелька выравнивания и два ребра жесткости это боковые ребра жесткости вот здесь они у нас от точек в рост и идут и до конца свободного края вот они то есть смотрите рычага опоры всего три и тут надо просто понимать что допустим когда я делала вот такую фантазийную форму я заведомо сносила два рычага опоры до добрый день ксения то есть я заведомо снесла два рычага опоры сделав здесь галки я их сломала то есть как можно представить вот представьте ар арочку да например дверную и представьте я и сломала вот здесь вот опоры что она делает падает да но у нас с вами еще третий рычаг опора существует и как раз он у меня держит вот эту всю длину даже при отсутствии двух боковых рычагов опоры понятно тем более что у меня смотрите как хитро сделано у меня усы у ногтевого ложа уведены не в точке в роста а оставлены вот мои точки в роста вот здесь вот оставлено вот такое плечико 0 5 сантиметров которая как раз образует собой боковое ребро жесткости для ногтевой пластины понятно то есть меня держится вот за эти вот опоры и за центральную вот эту вот опору причем она у меня не до конца она у меня до середины типса да вот он апекс мой и вот он до середины типса у меня идет это ребро почему я позволяю себе так на хулиганить и ничего не класть на сам типс потому что ну во первых у меня фантазийные ногти да это не салонные ногти это ногти фантазийные конечно же безусловно и во вторых я если типс на все ногтевое ложе то делаем также но когда типс у вас вообще от кутикулы прикреплен там в принципе он держится только на закрепе выше его не перекрываете потом вы просто его как бы прилепили условно говоря да и уже делаете дизайн то есть это такая история быстро очень я сейчас именно про наращивание говорю когда вы наращиваете но и тут параллель еще провожу со своими ногтями то есть смотрите почему я не могу 0 позволяю себе не покрывать типс то есть у меня вся белая часть это голенький типсик вообще без материала потому что я не даю лишнего утяжеления аня скажите для очень тонких слабых ногтей база каучуковой какой именно жесткости лучше всех ногти капризные тонкие плоские без арки спасибо сейчас отвечу вот то есть я не даю вот сюда утяжеление да я укрепляю все зоны я укрепила боковое ребро несмотря на то что я снесла часть бокового ребра жесткости и у укрепила мою центральную ось именно до той части где он в той части где у меня стрессовая зона если я еще наложу до конца типсом писать какой тяжелыми будет типс спасибо большое ксюш какой тяжелыми а будет ноготь таким образом у меня например вот с таким фантазийным ногтевым ложа ощущение что я ношу длину буквально тройка то есть у меня вот эта часть она настолько легкая этаж типс просто покрашенный гейлаком что я ее не ощущаю практически в носке да они длинные но у меня вот на ногте ощущение что я ношу тройку но это мои как бы фантазийные фантазии что делается у нас с вами на обычных ногтях давайте посмотрим как наращивать когда вы не делаете никаких там двойных ложи ступенек фантазии так далее а здесь что важно помнить для чего вообще я эту схему начала рисовать очень важно помнить из базы до от базы никуда не уйдешь что у нас должно быть три ребра жесткости и что у нас должна из точек в роста без галки ровная линия выходить вот это самое главное что вам нужно делать что вам нужно помнить когда вы делаете какие-либо ногти плюс важно еще помните что вот эта часть вот эта часть в принципе на носкость никак не влияет вот почему я вам еще провожу параллель с моими фантазийными ногтями потому что эта часть вот это она на носкость никак не влияет еще раз повторюсь потому что это важно то есть не надо набухивать сюда гели очень много в принципе все что вы делаете вы делаете в рамках ну от ногтевой пластины плюс пол сантиметра вот это держит ноготь реально все что вы уже вот сюда накладывайте только утяжеление добавляет она не держит ноготь держит ногти вот от точки в роста до точки в роста апекс и две боковые вот эти вот стопы поэтому что я вас призываю делать и сейчас что я вам буду показывать несмотря на какую длину вы делаете эти ногти важно помнить что вы гель или гель ну гель так гелаком здесь конечно не обойтись что вы делили акригель вы докладываете не до конца то есть у вас будут на выходе арочки вот такие тоненькие покрытые только цветным материалом и это можно потому что вот эти вот кончики они не влияют на то как носить будет человек ногти а если вы на буты жите туда просто огромную огромную лужу то у вас будут огромные огромные плюшки вот чего я вам хотела донести так скажите для очень тонких слабых ногтей для очень тонких слабых ногтей опять же смотрите когда у вас тонкие слабые ногти нужно разобраться что с ними не так в чем проблема в носке скорее всего из своего опыта проблема в кончиках все время с кончиков отслаивается материал потому что ногти мягкий материал жесткий идет диссонанс между жестким и мягким и тут нужно понимать то есть если смотря как человек во первых еще носит тут очень от многих факторов зависит что подобрать все это знаете методом научного тыка и методом анализа то есть если она например дерет кончики у вас клиент когда сдирает то есть смысл ей от точек в роста положить вот так вот сармировать акригелем потом опилить и уже выравнивание сделать например любой базой гейлака можно бейс гель очень хорошо подходит для слабых он жиденький если не любите жидким материалом работать возьмите медиум базу очень круто очень круто держит камуфлирующие базу у меня для даже на самых таких поганских ногтях у клиентов с первого по моему по 10 номер они все сделаны на одном сырье как бы на одной основе просто разные оттенки у камуфляжей и они прям прикрепляются железобетон железобетонно вот у меня держится очень хорошо у клиентов даже у кого вот прям плохие ногти вот может быть у нее вот здесь вот постоянно идет от слойка в середине то есть когда ногти болтаются там знаете как тряпочка а материал держится и вроде со всех сторон держится а вот здесь вот люфт дает прямо в середине все время дырка потому что она тыкается ими и на зоне стресса вот как раз где белее там идет как бы отслоение потому что он расшатывается тут есть такой момент можно воспользовать воспользоваться файбер глазом это стекловолоконная сеточка она представляет собой вот такую вот армированную решетку из стекловолокна вот и и и можно вырезать прям вот такой большой кусок кусман и положить ее она пропитывается материалом она становится абсолютно прозрачной и тем самым у вас как арматура будет лежать вот на этом месте то есть он перегибаться ноготь не будет он как будто заармируется и тогда у нее вот этот люфт уйдет то есть тут все же знаете можно еще целую целую такую большую тему для отдельного эфира хочется вам помочь но на самом деле тут разбираться можно до бесконечности строить теории нужно конечно видеть клиента что у него там происходит с ногтями откуда у него проблемы идут самая большая проблема есть такой клиент отдирает все и вы не может не можете понять откуда идет у него проблема кутикул у него идет отслойка поэтому него все отваливается или у с кончиков лупится и поэтому все отваливается или середина расшатывается и поэтому все отваливается но если там если какие-то проблемы грудь и несите до меня я хотя бы посмотрю проанализирую я смогу понять чем я вам смогу помочь вот то есть часто не в материале дело в том просто может быть это вообще там у нее один-два ногти крошки тогда ну как бы это просто частный случай но опять же если у вас ксюж 90 процентов клиентов ходят и вообще прямо вот от коррекции до коррекции беспроблемные вдруг появляется там 12 так на чем мы остановились мы остановились на том что мы подбираем с вами размер арочного типса в первой части мы рассмотрели вот такую вот схему девочки очень полезную и нужную за счет чего у вас вообще держится наращивание поэтому если вы сейчас начали с этой части обязательно обратитесь к первой части чтобы понимать до конца что я рассказываю так погнали дальше когда мы с вами подбираем размер у арочного типсика у него усики и они вот так вот расширяются то есть когда вы нажимаете прижимаете к ноготочку клиента у вас вот это вот мягкая часть видите она пружинит она расширяется поэтому что обязательно нужно сделать обязательно нужно подобрать чтобы было не больше так потому что вам придется много убирать во первых и у вас опять же встанет не по точкам в роста на видно сейчас что у нас типс но это я утрированно взяла то есть даже если у вас будет где-то миллиметр пол миллиметра то есть у вас должна быть вот такая вот история когда у вас из точки в роста выходит прямая боковая боковое прямое ребро жесткости если у вас ребро слом ломается либо вверх она ломается либо вниз она ломается то вам будет очень тяжело либо придется много спиливать сбоку либо у вас просто будут переломанные ребра жесткости а у нас их три да у нас одно сверху и два по бокам поэтому когда вы ломаете боковые у вас из трех рычагов опора остается только один даже в этом случае лучше если вы сверху не доложите но здесь сделайте корректно это относится не только к гелевым типсом это вообще относится к наращиванию в целом коррекциям к носке ногтей в целом когда у вас идет например два рычага опоры по бокам выпилена корректно но не доложено например немножко сверху это лучше чем вы его здесь гору навалите а вот здесь все переломаете тем что вы некорректно выпилили понятно так вот большой типсу не надо использовать она нам не подходит берем типсу поменьше вот мне нравится когда немножечко сужается и сейчас нарисую вам схемку почему мне это очень нравится во первых у вас получается очень изящный кончик а все клиенты любят попросить вас заузить ногти да и вы начинаете их заужать путем перепиливания вот как раз этих двух боковых ребер жесткости и вас часто при отрастании вот здесь вот галки то есть ноготь растет в одну сторону а запилена вглубь так вот этого быть не должно и вы выбираете типсу так чтобы у вас усики раздвигались до боковых ребер жесткости до точек в роста но чтобы они не были раньше и не уходили туда далеко ну и конечно вы можете растопырить и вот такой вот узенький типсик сильно сильно да но уж он будет очень узкий но если прямо очень хочется узенькие ногти такие немножко стилетообразные то можно и так меня девчонки например пишут в сообщениях вопросы а не как подобрать у меня в принципе почти все подходят на самом деле тут они действительно почти все подходят потому что вот раздвигаются и что это нам дает с вами да какую супер силу нам дает вот это вот раздвижение этих усиков а дает она она нам следующую супер силу вот у нас ноготь натуральный вот у нас раздвинулись усики по контактной зоне и здесь у нас идет сужение до схематично смотрите что нам это дает когда мы подожмем например ноготь да у нас вот эта часть она подожмется и здесь освободиться как раз вот этот вот миллиметр чтобы нам сделать красивый ноготочек кончику и сюда заложится достаточное количество материала чтобы у вас боковые ребра жесткости точек роста были прям железобетонные поняли то есть вот это круто что у вас идет сужение на узкую часть потому что у вас торец не будет жирным он будет вот таким же узеньким а вот сюда вот в бока когда вы подожмете при наращивании ногтевое ложе чуть-чуть будет закладываться достаточное количество материала и визуально этот ноготь будет красивый прямой а на самом деле он будет и по боковым ребрам жесткости укреплен просто офигенска да и на центральное ребро жесткости вот здесь вы тоже сделаете акценты тоже его укрепите очень хорошо и ваши ногти будут супер носибельные вообще железобетонные и не ломучие понятно так давайте смотрим на что я креплю я часто на базу гей лака очень часто использую шестерку вот 6 база вот сейчас у меня на нее прикреплена но она прям очень хорошо держит я не знаю как ее можно вообще отодрать вам по мне она вообще супер крутая наносим на контактную зону натурального ногтя предварительно вам нужно отрепетировать какой формы вы будете подпиливать натуральные ногти потому что у вас на типсиках да уже задана луночка задана луночка поэтому конечно я тоже говорю что не на все ногти вы сможете к сожалению нарастить потому что на некоторые просто невозможно и вот смотрите сейчас что будет происходить у меня видите вот здесь вот сейчас сфокусируется внизу я могу либо карман полностью убрать воздуха и прилепить типсу но она у меня тогда будет смотреть вниз либо я могу чуть-чуть приподнять у меня там будет кармашек воздуха и мне потом нужно будет его чуть-чуть нивелировать изнутри насадкой либо капнуть чуть-чуть базы потом изнутри понятно так сушим сейчас я это все разъединила потому что лишь нужно балал подвести полимеризуем в лампе можно сначала прямо чуть-чуть прихватить вот так это выглядит чуть-чуть прихватили ведь у меня внутри пузырик воздух то есть меня держится только вот сейчас вот здесь вот и сейчас я просто переверну переверну и вот туда капну тоже базы чтобы она там была это же посушу так теперь нам нужно с вами будет убрать контактную зону когда вы прикрепили типсик у вас остается вот здесь вот контактная зона вот это вот и и нам нужно насадочкой чистить чтобы у нас был прямой ноготочек без ступенечки как это можно сделать ну как угодно любой насадкой принципе там легкий очень материал из которого сделаны типсы он пилится просто вот на раз-два девчонки вообще без каких-либо проблем он пилится мы убираем липкость чтобы у нас на насадку все это не прикрепил изнутри потом в конце можете протереть и вот эту ступенечку от типсы нам нужно убрать можно той насадку который вы обычно материал убираете я просто сейчас тут овальный здесь смотрите я еще весь ноготь не покрывала базы да я только по контактной зоне работаю сразу же можно аккуратненько подпилить если где-то у вас вылезут у меня чуть-чуть здесь вылезла я сразу подпиливаю и вот у нас получается вот такой вот ноготочек то есть видите вот в эти места в эти места когда мы с вами сделаем поджатие ногтевого ложа когда нанесем материал у нас как раз ляжет лягут боковые ребра жесткостью так что мы делаем мы можем с вами ну давайте мы сделаем вот такой голубенький ноготочек смотрите я сегодня не про красоту да я сегодня нет вообще не про дизайне про красоту мне сегодняшним эфиром хотелось у вас запрос был у многих на наращивание на гелевые типсы и мне хотелось сегодняшним эфиром до вас донести основные моменты на которые нужно смотреть при таком наращивании поэтому сегодня мы вообще не про красоту мы сегодня про то что держат про арки и так далее так наносим если это однофазный гель то можно сразу все а подождите мы штипсы и запилили что-то я это я привыкла на себе делать знаете я же после время обленился даже типсу на себе не запиливаю они же гелевые к ним вообще классно все пристает так убрали контактную зону извините девочки пропустила и конечно же запилили типсу брали блеск стипсы здесь вы можете подпилить длину убрать длину насадкой вот ворона подтвердила нам не знаю слышно вам нет пролетела сейчас лето сейчас жарко открыто у меня окно все слышно так убрали блеск стипс очки все у нас такая вот аккуратненькая заготовочка получилась теперь что мы делаем мы покрываем целиком я всегда говорю что мы должны подумать где у нас сколько должно лежать и я взяла сейчас голубой гель для того чтобы вы видели распределение материала цвет чтобы вам давал понимание где сколько лежит я обычно при наращивании всегда накладываю так чтобы потом почти не пилить то есть я моделирую в основном кисточкой они пилкой есть мастера и это не хорошо и неплохо которые моделируют пилкой они накладывают много материала но потом его спиливают очень грамотно и быстро а есть мастера которые как раз моделируют кистью и мало пилят вот я из второй категории я в основном моделирую кистью и мало пилю я накладываю сейчас только в то место которое меня интересует у меня это сейчас центральное ребро жесткости я покрыла ноготочек весь целиком и я укрепляю сейчас центр центральное ребро жесткости которая вам на схеме рисовала сушу в лампе кончик заметьте я не покрываю потому что мне не нужно там излишек материала не нужен абсолютно поэтому я его миную но и понимаете да если у вас ногти будут клюющие изначально то очень сложно будет наращивать на типсе потому что у вас будет ноготь клевать очень сильно вот у меня сейчас и так тип сада она прикреплена на кончик палочки ложечки поэтому она как бы клюющие то есть у вас ног и должен быть вот так ни в коем случае у вас вниз не должен быть что у меня сейчас например это уже 2 коррекции на эти ногти да и вы можете посмотреть что вот этот у меня про прямо смотрит по оси пальца а вот этот у меня уже клюнул видите все его уже надо переделывать но визуально как бы я могу это сфоткой для портфолио это не видно но по сути я вот этот постоянно постоянно он у меня ты втыкается потому что когда на поверхности сейчас я покажу когда на поверхности у вас идет опора например я что-то беру со стола видите что первое упирается кончик и вот здесь идет надлом а когда в прямой ноготь я беру со стола мне нужно еще дотянуться до этого стола поняли а тут я кладу и меня уже все упирается то есть клюющие ногти длинными они в априори быть не могут они пойдут все трещинами так что делаем дальше дальше мы покрываем с просто целиком все ровным слоем дальше нам нужно с вами поджать то здесь я просто покрыла тоненько чтобы у меня весь ноготочек уже был закрытый да и сформировала центральное ребро жесткости здесь я покрываю уже потолще ведь у меня уже цвет я набрала да и сейчас будем потихонечку поджимать подсушивая буквально 30 секунд и берем зажим зажим зажима могут быть разные абсолютно вы можете даже пальцами зажимать на самом деле просто это долго я конечно больше люблю зажимы но всякие такие зажимы обратные мне нравится вот здесь хорошо что здесь хорошо что вот эти вот стеночки у зажима это где-то половина ребра жесткости когда вы ставите его на ноготь да у вас он зажимается вы видите сколько у вас остается место чтобы заложить материал у нас 30 секунд прошло и мы вот это место ой ставим ставим зажим на вот это место как раз где у нас стык где у нас идет присоединение типсы к типсе где у нас ногтя у натурального идет присоединение то есть мы идем мы ставим на контактную зону арочные типсы и в таком виде мы уже досушиваем до конца просушиваем окончательно все все тихонечко положим в чем-то и вам порисую как зажимаем еще хочу обратить на это внимание да многие с зажатием вообще не работают зажимать нужно вот у нас есть точки в роста обычно у нас вот отсюда идут уже подушечки то есть точки в роста у нас как бы в глубине подушечек где-то пол сантиметрика от начала ногтевого ложа да вот мы зажим ставим не в точке в роста потому что здесь мы жмем ногтевое ложе и здесь уже очень больно клиенту он испытывает болевые ощущения дискомфорт нам не нужен дискомфорт в кабинете нам нужен только комфорт поэтому вы когда ставите зажим не задираете его в точке в роста вы зажимаете только вот это место вот этот язычок поэтому у вас когда вы ставите зажим ноготь у натуральный он белеет от давления если у вас белеет вот здесь вот на теле ногти между точками в роста и клиент говорит ой подает звуковой сигнал то вы перед задрали очень сильно зажим надо его спускать то есть у вас белеть должно ближе кончику вот эти места должны билить какая схема у нас да есть кто-то включит на этом моменте подумает что мы здесь просто какие-то круги шаманские рисовали вот я закрасила сейчас черным но здесь должно билете то есть белеть должно не вот здесь не на ногтевом ложе а белеть должно только на кончике тогда это не больно клиенту и комфортно и вы жмете в нужном месте если белее в точке хвоста значит вы очень сильно задрали зажим и будете причинять клиенту боль даже если ну знаете мы женщины такие мы привыкли к болевым ощущениям к разным поэтому говорю все нормально самой уже просто кровь из глаз поэтому берегите своих клиентов и жмите в нужном месте так ну вот смотрите у нас уже нет расширения дочь сказала карказябра какие-то да 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 такие воду воду эти все сектанты собрались просто вот он изящный красивый стройненький то зажата вот это место как раз контактная зона понимаете да что я зажимала и вот смотрите даже если вы вот сюда заложите материал до конца то есть представьте какие ребра жесткости у вас здесь будут они будут у вас такие прямо офигенские ребра жесткости то есть вы можете еще разочек промазать час прям можно тоненько сделать просто такую влажную подложку можно прям уже до конца до мазать все эти все мои действия направлены для того чтобы на кончике сделать большую плюшку из геля а для того чтобы укрепить вот эти зоны которые я вам прорисовал и да я не зря началась сегодня со схем чтобы вы понимали что я сейчас делаю почему куда я с чего наношу здесь с цветным материалом просто нагляднее поэтому я его взяла да и себе прозрачка делала вы бы сейчас не так может быть что-то поняли а на материале вот таком вот цветном больше понятно и теперь у вас постепенно все это стекает вот сюда в бока до можно даже тут добавить чуть-чуть промазать потолще все равно же мы чуть-чуть попилим без этого и положить нужно апекс опять же апекс мы кладем не на весь ноготь а мы ставим его чуть выше 2 3 до и протягиваем до конца 2 3 все на кончике нам этот апекс нафиг не нужен и это не зависит от длинные да если короткие ногти то же самое кончик максимально облегчаете насколько это возможно все сушим до конца и все это подопил идет ведь у меня уже вот отсюда прям все стекает в бока но это вот как раз о том же о чем я вам говорю ведь материал закладывается в бока боковые ребра жесткости он сам собой туда стекает и и сам там образует все что нам нужно все слушаем это моя собака со мной спитесь храпит храпушка моя крюшка моя французская так девочки дайте обратную связь я очень заморочно вам сегодня все это рассказала или понятно что о чем я говорю обычно мои клиенты все кто приходит на наращивание они в шоке что им сделали такие тонкие ногти но на самом деле вся толщина она скрыта вот в этих трех ребрах жесткости какая тема вообще класс вопрос виктор мы наращиваем на гелевые типсы да вот разбираем имя здесь есть фантазийные такие ногти разбираем почему я смогла сделать вот такой угол и почему меня не ломаются при этом ногти и разбираем как сделать так чтобы ваши наращенные ногти на типсы или просто в классическом виде не ломались на что на это влияет понятно спасибо все супер ну класс так ну вот резюме значит если даже у вас короткие ногти да вот допустим ноготь клиента и вы нарастили чуть-чуть значит у вас примерно где должна быть зона стресса она должна быть примерно вот в этом месте то бишь вот это место никак не влияет на носибельность да поэтому плюшки здесь не делаем в основном укрепляем вот это место которое у нас при отрастании чуть-чуть сместиться можно чуть ближе к кутикуле его начать укреплять то есть вот эту вот зону я вам больше скажу даже иногда если у меня отрастает вот тут вот часть отросшая да я иногда ленюсь и себе сама не докладывают туда материала я просто там цветом покрываю на тонкий слой базы ну то есть не не накладываю при коллекции если у меня укреплена вот это вот укреплено вот это вот место точки в роста примерно да и переходящий чуть на кончик то все должно носиться очень неплохо и вся толщина она получается скрытой то есть вас кончик получается тоненький изящный а вся толщинка она находится вот здесь вот вот в этом ребре жесткости на центральном и в боковых ребрах жесткости так но все я говорила что я мастер моделирующий кисточкой это действительно так я вообще не люблю много материала и по сути здесь или ты даже особо нечего да только немножечко пройтись по зонам обязательно конечно же боковые ребра жесткости оформляем торец боковые стороны ребра у нас так вот и лица жесткости параллельно столу обязательно смотрю чтобы мы их не снесли по бокам дальше пилим центральную часть смотрим сначала намечаем попадаем ли мы в эту центральную часть потому что если у вас шик шики по на боку где-то значит вы перегибаете пилку а нужно и держать прямо когда вы пилить центральное ребро жесткости и вы выпиливаете вот такую вот красивую площадочку по ногтям понятное дело мы так не возим да мы берем и смахиваем щеточкой вот сделали центральная ребрышка и теперь допиливаем вот эти места то есть ставим уже пилку под 45 градусов и смотрим уже опять же на шик шики где они у нас появляются да если они появляются у нас сверху значит мы никуда ничего не загнули если они появляются у нас сбоку значит мы сильно перегнулись они должны появляться у нас вот в этой зоне и потихонечку просто потом уже сводим эти зоны вместе у нас получается уже прямой красивый ноготочек в принципе если вы не набухивали не наваливали материал это у вас вот здесь вот в зоне кутикула все должно что за пилка у вас девочки у меня шпатель обычный медицинский и файл одноразовый просто я не люблю железные основы для пилок они для меня тяжелые я как бревно в руках держу поэтому я прикрепляю файлы одноразовые на деревянный шпатель все также вторую сторону и ноготочек у нас готов при этом давайте сделаем эксперимент спилим его где-нибудь вот хотя бы наполовину посмотрим толщину вот смотрите что у нас в торце получается видите у меня на ребрах жесткости на боковых лежит достаточное количество материала и при том что у меня сверху ноготочек изящные потому что я поджимала у меня боковые ребра жесткости смотрите даже вот подвисают немножко даже можно с них еще убрать но за счет этого они очень крепко будут вот эти бака держать меня боковых трещин не пойдет и если бы это смотрелось пузато это была бы одна история но это за счет того что мы подобрали типсу чуть-чуть поуже и еще под зажали контактную зону это смотрится вообще не пузато на любой длине давайте посмотрим что там но тоже смотрите убираем длину да тоже в торце достаточно много материала на боковых ребрах тоже хотя и даже на такой длине он смотрится не пузатым очень изящным ногтем смотрится понятно чего я сделала такое хитрость хитрую так ну что я думаю что вам сегодня рассказала много чего из теории да и попила немножко показала и потому как это делается и потому как это можно сделать и в салонном варианте и в таком вот экстремально фантазийным на себе вообще огонь делать я больше тебе вообще ничего не делаю уже вот как они вышли как я попробовал эти гелево-арочные типсы я на себе вообще больше ничего не делали так удобно мне только действует ноготь клюет на третью коррекцию его переделываю вот остальные вообще огонь то есть я не всегда себе здесь знаете выгрызаю куски у меня обычно идут прямые только вот ногтевое ложе я делаю фантазийная то есть я делаю с приподнятым как будто выпиливают под выкладной french и в таком виде оставляю меня как бы ногти двух частей состоит вот с такой ступенечкой вот мне так нравится очень носить во первых это очень быстро и во вторых очень нелегко конструкция легкая и вообще не чувствую как будто я говорю я ношу как будто вот максимум тройку длину вот у меня сейчас примерно такой же ноготь по ощущениям как вот мы делали сейчас с вами в эфире ну что я была очень очень рада с вами поделиться своими знаниями такой вот эфир сегодня не про дизайн сфер сегодня про наращивание но бы были запросы на такую тему объяснить и рассказать надеюсь что я вам приоткрыла какие-то до своей лайфхаки как я это делаю обязательно попробуйте если даже не на клиентах до файл наклеен на деревянный шпатель все правильно марик а если даже не на клиентах то на себе сто процентов девочки сто процентов надо делать обязательно потому что это вот я вам клянусь вы без клиентов точно не останетесь когда вы выйдете с такими ногтями в люди фитнес-клуб в больницу не знаю за ребенком сад вот все хватает меня за руки понимаете все на улице хватает меня за руки хоть снимай но я не сниму вот и конечно наш верный друг язык без костей поможет вам набрать клиентов если у вас есть такая потребность и нужда в том чтобы увеличивать свою клиентскую базу сделать это на себе и выходить из кабинета хотя бы иногда и все будет все спасибо вам большое я вас всех люблю обнимаю каждую до встречи в новых эфирах